добрый день многие на сегодняшний день меня спрашивают что будет с россией с учетом всего того что имеет место быть на мировой арене как бы там ни было мои прогнозы и высказывания есть не что иное как то что я сам чувствую исходя из того что знает моя душа так что не обессудьте если то что я скажу не столь устроит вас вы вправе иметь свое мнение ну а я вправе говорить то что приходит мне в виде неких образов любом случае информация к размышлению еще никому не было вредно начну по порядку россии последующие 5-7 лет предстоит хлебнуть много трудностей так как со всех сторон и и будут кусать искусственно создавая ей некое подобие недовольства в обществе с далеко идущими планами на развал системы власти страны через недовольство людей их трудностями обычной жизни во многих регионах люди будут оставаться без работы попадать под сокращение их финансовое благополучие стремительно будет уменьшаться ничего фатального здесь нет но многие проплаченные казачки с разных трибун радио телевидения будут сквернословить в адрес власти призывая людей к решительным мерам и явно не в пользу самой россии власть в россии может коренным образом поменять ситуацию в стране если перестанет быть либеральным то есть не желающий идти на конфликт именно конфликтность есть та беда российского общества которая всплывает наружу до 2023 года и это вызывает у меня тревогу за будущее россии общество страны нуждается в реформах и наказание всех виновных на всех уровнях государства кто финансово грабит страну и всячески подрывает ее изнутри через всевозможные пасквили и борьбу за права россиян на чужие средства из-за океана политическая мудрость страны на международной арене будет высокой но трудный пришла пора строго спросить чиновников всех мастей которые ничего общего с жизнью простого люда не имеет только изменение в законодательстве страны сможет навести порядок и поднять россию на новый уровень развития пока чиновники не будут наказаны за воровство и растрату средств народа народ может созреть бунту и тогда много бессмысленной крови прольется рост нищеты может повлечь собой рост бытовой преступности власть россии должна найти каким способом задействовать безработные руки чтобы занять их на благо государства россия находится на пороге стремительных реформ в россии ведут смертную казнь и это будет правильно с учетом реалий которые могут расшатывать устои страны экономический кризис мире подтолкнет некоторые страны всевозможным военным конфликтом многие люди в мире будут жить страхи в страхе перед смертью который хочется отодвинуть подальше богатые люди во всем мире потеряют совесть не желая остановиться в гонке за свое личное обогащение россия точно должна начать работать чтобы показать всему миру свою истинную силу россии пора увидеть всех своих врагов и не бояться называть их таковыми мусульманском мире есть тенденция возрастания военных настроений намешанных на всевозможные религиозные течения и европа будет страдать желая найти соратников в этой необъявленной войне духовный подъем россии поможет и стать новым лидером мире мир будущего состоит из трех частей россия америка и европа где азия как и весь мусульманский мир захотят примкнуть к одной из сторон россия должна отказаться от помощи которую хочет насадить запад по своим правилам сферу новой политики россии должны прийти люди во христе чтобы занять самые высокие должности духовное процветание россии придет с сибири именно россия сможет примирить страны запада и востока товарооборот с китаем и индии даст россии новый виток подъема россию ждет другой путь который явно не будет похож на американский или европейский разделить россию никому не удастся мир ближайшие 44 года ждет много природных катаклизмов связанных с осадками огнем и засухой начиная с 2017 года многие страны будут враждовать 2020 году америки надо быть осторожней на ближе к 2037 году россии предстоит защищать свои интересы по всем фронтам россия вскоре станет страной земледелия и хлеб для страны может стать основной статьей ее доходов страны которые смогут отказаться от принципов демократии только от этого и выигрывают вся демократическая система управления находится в руках тех кто желает наживаться любой ценой и взирая на принципы справедливости именно это и приводит к эксплуатации народа и коррупции деньги до 2020 года сильно потеряют цене но игровая площадка сша и европы покажет всему миру силу жадности и корысти этих государств мир созданный богом не живет по принципу безграничного материального счастья и постоянного роста каждый подъем имеет свои четкие границы придет самый настоящий мировой финансовый беспорядок и многие люди развитых стран сша и европы потеряют основы для поддержания своего существования это повлечет за собой разные беспорядки и грабежи больших городах все это произойдет до 2020 года индия китай и россия могут меньшей степени пострадать от этого если сами создадут свою систему ценностей киргизия таджикистан и узбекистан могут стать заложниками гражданской войны многие страны из евросоюза будут готовы расстаться со свободой личности пользу своего благоприятного существования и безопасность 2029 года по 2040 планета меняется на глазах и холод шторм и наводнения заставляют людей менять насиженные места новые эпидемии по миру унесут многие миллионы жизни оон как организация потеряет свою правовую основу из-за несоблюдения многих международных соглашений во многих странах произойдет насильственная смена власти турция греция и израиль будут вовлечены в конфликт с некоторыми арабскими странами общество сша может лишиться смысла жизни и посчитать что миру имеет смысл разрушить себя за ненадобностью бытия именно политические амбиции америки сволокут жизнь миллионов людей на кладбище истории много стран будут разрушены на побережье индийского и тихого океана япония и австралия могут пострадать от голода нехватки воды и болезней мора и энергетического кризиса иммиграция людей в сторону россии может стать проблемой 21 века если европа не наладит отношения с россией она пострадает от варваров и тогда испания италия большая часть балкан часть германии франции украины и казахстана могут пасть от нашествия иродов дальний восток и часть сибири могут стать развивающимся регионами где китайцы смогут хорошо обосноваться до двадцать второго века мир будет лихорадить всевозможными вторжением чужестранцев на чужие территории границы многих стран претерпят определенные изменения и карта мира кардинально видоизменится весь современный мир станет одним местом для голодных скитальцев всех мастей лишенных крова христианство станет стремительно распространяться на китай и тем самым китай проснется те правители что захотят переворота в россии ее разделение сами того не ведая объединят всех русских по одному принципу святого православия кавказ средняя азия прибалтика и дальний восток могут стать полигонами для новых военных действий многие дельцы захотят разграбить россию считая ее несостоятельной чтобы владеть и распоряжаться своими ресурсами западные страны захотят спровоцировать китай на войну с россией при этом сами во главе с германией начнут наступление с европы монголия и россия могут создать некий союз который поможет им остановить врага россия сможет все превозмочь если каждый русский будет готов к молитвенному подвигу и крепости проверки своей веры в бога ненависть к россии и западного мира станет очевидной пока сам запад не увидит опасность исчезновения своей собственной цивилизации многие по духу русские люди придут на помощь родине чтобы помочь ей воспрять силами украина как и белоруссия захотят отвернуться от россии грош цена тем правителям кто это затеет россия явно продолжит свой путь и с годами она восстановит свой статус монархии сша не сможет победить китай за звание главной страны по превосходству мире каждая новая война 21 веке будет более жестокой чем предыдущие и поработит все новые и новые государства ну а пламя пожара войны охватит большое пространство земного шара те страны которые не будут вовлечены войны не особо будут понимать нечастья своих соседей желание мстить своим соседям разрушит многие сильные государства украина как и турция дойдут до открытого противостояния с россией предоставить свою территорию для полетов и водным перемещением военным америки и нато именно так и начнется обратный отсчет гибели турции и украины черное море станет местом военных действий россии с альянсом стран под предводительством америки после победы россии на море все черное море станет русским морем турция станет страной жесткой диктатуры курды поднимут восстание против режима турции экономика многих стран нато упадет ну а жители европы откажется воевать в армии если турция пойдет войной на россию она первый узнает мощь сверх секретного оружия россии те страны которые при своем нейтралитете окажут помощь борьбе с россией пожалеют об этом и потерпят крах на балканах многие люди поднимут восстание против существующей власти и захотят мира с россией и новых дружественных связей иран может ступить войну с нато и америке средний восток станет ареной войны и русские там точно будут участвовать европа и русские захотят воевать за константинополь россии предстоит бодрствовать чтобы защищать мир тех кто не хочет войны и тоталитарного правителя во всем мире на костях своих предков стоит русь и при всем своем падении на протяжении многих свершившихся веков она с помощью бога всегда сможет восстановить свои силы германия никогда не сможет стать свободной от влияния извне россия никогда не сможет смириться с фашизмом даже если его будут называть другими культура россии изменит весь мир на русский народ даст миру новые отношения к религии и будущей мистично духовной эволюции всех свободных людей на земле многие современные страны привыкли видеть в образе русского человека раба одного чего они так и не смогли понять высшие образы этого раба есть некая магическая сила данная русским людям и этим миром духовность и чувство справедливого братства явит россии и будущее величие роли россии быть поводырем они поработителем других стран гибели россии спровоцирует гибель всего мира все последствия дурных обстоятельств прошлого россии в двадцатом веке станут ясны всем русским чтобы они смогли прозреть и отчетливо увидеть все свои грехи ближе к 2030 году америки предстоит признать за россии и и духовное превосходство балканские страны вожелают быть в одной связке с россией россии предстоит стать матерью всех славянских народов мира терпение и доброта смелость и ясный ум помогут россиянам выстоять перед любыми тяжелыми испытаниями 21 века сила церкви и русского государства будет многих раздражать гибель русского духа напрямую связан с материализмом западных ценностей кровь всех русских мучеников вот то что делает россию святой и непобедимой а посему в 21 веке россия становится домом при святой богородице те кто будут пытаться втянуть россию войну сами увидят нежелание конфликта россиян с миром война 21 века это интересы европы китай и сша сила россии будет в ее единовластие и святости империи данные свыше одним любящим ее богом как бы ни сложилось будущее мира часть этих событий может выглядеть именно так даже если сейчас это кажется нереальным и даже абсурдно но на сегодня мне больше нечего вам сказать мира вам и добра вашему дому с уважением вячеслав чаро 17 февраля 2016 года город дублин ирландия пока